Отделяем пациент, а на самом деле оттираем пациент. Вырываем, часть пациента остается. Часть пациента остается та, которая уросла в волшебной. Вот этот как раз отдельный кусочек. Все остальное выбирается, а этот кусок не могу пока не достать. Это граничит буквально с вычетом пациентом. Что делать дальше? Но по поводу эмболизации, эмболизация была открыта в 70-х годах, в 91-м. А в России широко используется эмболизация в 2004 году. Опять выбор то, о чем я говорю. Эмболизаторы. Мы в основном пользуемся ПВА. Эти шарики, которые видны, макроскопические видны. Иногда вводим гель. Иногда на спирали сажаем эти шарики. Причем диаметр этих шариков очень большой. О 500 тонн тысяч на 1-м. Проводится контроль на артерию. И опять ребята наши сосредственные хирурги убеждаются, что они находятся внутри. И проводятся эмболизации. В принципе, вот смотрите, вроде бы тот же самый рисунок. Но коллатерали и мелкие ветви садиты мелким диаметром. И дальше смотрим. Я смотрю, есть кровотечение или нет кровотечения. Вот есть визуализация конкретно этой женщины. Плотенка гель. Эмболизация проведена. Мы ходим окситоцином. В миометрии 10 единиц окситоцином. Врачи не продолжаются. Непровкусная. Она подсекает. Ностоянно подсекает. Что дальше-то? Внижний сегмент абсолютно не соглашается. Здесь и 30. Контроль с повреждением. Любой механизм кровоостанавливающий. Стравление, положение зажима. И готовы тампонаты, даже пережатие молоты. И то, что предлагают, двухкомпоненты баллоны. У нас двухкомпонентов баллоны. Наверное, можно было его внести. У нас этого нет. Через дело. Да элементарно прибежал циркулярный на 5-10 минут. Потом для того, чтобы плотнуть. А что дальше делать? Врачи устроенных сечений нет. Для того, чтобы плотнуть. Третья циркулярная компрессия. Нижний сегмент 5-10 минут. Нижний сегмент для дорожки. Он сыграется в 7-ти аллергометрии. И в полусмарке мы теперь вводим. Нигтя. Официально версии шероб нет. Но и опрошен. Должен, но дважды. И плюс у них самая диска. Помогает. И антен помогает. И начинаем вспоминать. То есть кровоснабжение матки идет не только за счет утери. И счет естественно даже за счет аварии. И самый неприятный момент, который у нас и был. Преимущество кровообращения матки за счет артерии аварии. Вот он преимущество микровообращения микровообращения. Поэтому нашу дырину, эмболизацию, которую мы проверим. Какого дырину? А Настапос прекрасный. Смотрите, как здорово. Вся кровь идет. Забили мутырину. А вся кровь дважды не закрывает. Вот она аварийная. Вот она Настапос прекрасный. А вот кровотечение откуда продолжается. Поэтому. Это слайд Якова Григорьевича. Привез на трех сторонний. Максимальный вариант, конечно. Как раз был компонентный баллон. Может быть вот там. Без нами. Что дальше делают? Что стали делать дальше? Перевязки личной формы. Надежда на то, что кровотечение стало. Да, кровотечение стало лучше. Двух сторон перевязали. И после этого перешли на торг. Около, где осталась порция. Правая лотерина. Правая лотерина перевязалась. Все. Возьмите рейт. На порция минуты? Все. Все. И столько. Емпулизатор пензина. У ее и столько сил потрачено. Прихочется переходить на аркустерпацию. Глобовечный. Попросили. Хотя. Акадина нашел в сторону. При ангиографии. Обнаружена дополнительная. Доватера. Артерио-атерина. Проведена дополнительная гемпулизация. Контроля гемпулизации. Экстрабазаты нет. Вручения выкроцвет. Но все-таки на всякий случай. Это смайли. Ее тоже очень нравится. Постоянно показывают. Смотрите. Левый лотерина. После операционного периода. Это гемпулизация мачных артерий была. мы ее оставили на столе, катетер оставили. Ухудшение состояния из гранажей выделилось 500 крэ со свежим инфрацентом. Сделано антиографией, смотрите, какая-то есть. Принцип отношения к диагностике, а не к женщине. Правая материна забита, кровотечения нет, а левая материна экстравация. Вот откуда кровотечение. Во всех таких составлениях нужно пойти на Р для проталию и перевязывать эту гнию. Можно ввести катетер остался, эмболиза более крупного характера. Короче, я остановил проблему лечения. Масса всех компрессионных этих слов, смотрите, у нас задача кровотечения остановить вот именно в этом отделе. И поэтому наложили, это даже не пирея, а одна из модификаций пирея. На нижний сегмент я постарался как можно ниже. Там, где растянутый нижний сегмент, там, где оставлено, там, где оставлен кусочек плаценты, я знаю, плацент. Для того, чтобы прекратить кровотечение. В результате что у нас получилось? Смотрите, перевязали с обеих сторон. Квечник в артерии. Перевязали справа, там, где есть этот кусок плацента. Утерида перевязали. И шок в ПРР, компрессионный шок. Полность нет на себя. Включение остановить. Контроль. Работает, два с половиной часа работы. Значит, контроль, посмотрели. Экстромаза, правая маточная артерия, нет. Все. Объединили. Длительность операции в час двадцать пять лет, в тот геодонат, в столе было три часа. Почему? Потому что два часа еще после коррекционной перерывы оставляют на всякий случай составленными катетерами. На том случае, если кровотечение возобновится. Дренажа конючная. Ушло десять с блоком. Девять с блоком. Сначала не будет задрых, были 300-700. А потом по тысячам, по полу-тре тысячам. Объем в квартире большой. Если мы сразу пошли на экстракон, тем меньше планом в этой квартире. Но желание привести органность к продающей технологии. Тем более, она заинтересована репродуктивной традицией в своей семье. Поэтому, в этой квартире говоря, больше. После операционной перерывы все нормально, все хорошо. И на седьмой сутки после операции, неоднородная полостка. Платка здоровенная. Соответственно, 14 сентября беременности увеличивается. Вот у этих женщин появляется жидкая часть крови. Все спуски остаются в полостке. Вот это как это, но женщин так и получился. Почему? А на капусте я шел, компрессионный, наложил на ближайший свинок. А все в полостке так и остается. Но это не понимал, не мотомет. Постепенно оборудняется. На десятый день опять спустится. Вот он высочек вас. Вот он через месяц у нас выщится. Постепенно у нас у женщин. И вот результаты. А чуть раньше до иммунизации. В 13-м году одну женщину потеряю. Постоянно во всем мире, постоянно и в России теряются женщины как раз при прокрета. Здесь женщина была прокрета. А вот теперь, 14-й год, приближение 20-й сентября, 20-й год. Опять вот, кровопотерей немножечко надо быть нервом, внести в коррекцию. Кровопотерей, конечно, больше. Если здесь она существенно больше, значит, это больше. Здесь до 4-х метиллитров. Здесь кровопотерей бывает 2,5-й. Успеется на 5-й. Потому что мы пытаемся, а весят его сохраняем. Условия органосохраняющей дакции. Конечно, запасы времени. Удовольтное состояние пациентки, радио, позволяющей прийти к радикальной операции, применять успешность органосохраняющей. А далее по этим пунктам. Конечно, прекрасная ассоциология должна быть. Уверенность. Все необходимые. Для СЛСейвера все должно быть в другом. На котором мы не обраницах. И это стоит, когда количество здесь нет энергетичек. Это Славдина Фаридовича, а вот эти коричневые заболеты. И смена хотя бы одного из этих пунктов проведения органосохраняющей технологии при приближении, при вращении в нас. Это организует. Спасибо большое. Позвольте мне перейти вопросы. Добро пожаловать. Есть ли женщины, которые после этой операции были, которые беременны, после женщины покажут? Одна женщина пришла, беременная. Это, знаете, вопрос, который я отвечу завтра. После таких детских сечений очень часто образуется и состоит на любые знания. Но самую главную задачу, когда сохраняющие технологии привести, оставить вновь. А вот в одном, вне беременности, уже занимаются трансформацией, вне воспоминаниях не состоит на любых знаниях. Одна женщина пришла. Уважаемые коллеги, вот, президент Мушок, я передаю слово следующему докладчику. Кесаре сечений при нагородной беременности. Ильдар Галерьевич Подковин и Ахмадеев Далиманов Стефорович. Пожалуйста.